Почему был такой хреновый обзор на Виту? Тебя что, мало заплатили? Из-за тебя у нас больше не будет продажных выпусков. Где нам будут запрещать обсирать что-либо, использовать Дрейк Фейс и Зелёного Слоника? Потому что мы не продажные, сучки! Теперь уже нет. И раз уж такое дело, вот, подотрись и иди делай обзор. Всем здорова! И сегодня мы рассмотрим игру, недавно вышедшую на прилавке местных игровых барыг. Вашему чуткому взору предоставляется... ЖИТЕЛЬ ЗЛО 6 И если вы человек, которому не интересны такие вещи, как личная жизнь, женщины и мировая политика, то вы могли слышать множество противоречивых отзывов об этой игре. Дескать, кому-то она показалась божественной, а кому-то она не понравилась настолько, что ей ставили нули из десяти и приговаривали к публичному сожжению во имя справедливости. И коли же вы ещё не купили для себя копию данной игры, находясь в сомнении правильности данного решения, позвольте развеять ваши иллюзии и подробно рассказать о ней всё, что только может быть рассказано. ВРЕМЯ ОБЗОРА! Это уже было! Иди в жопу, Adventure Time рулит! Вся игра состоит из четырёх компаний, проходить которые вы можете в разной последовательности. Первые три проходятся вместе с компаньоном, который может управляться либо искусственным интеллектом, либо живым разумным человеком, как по сети, так и в режиме сплитскрина на одной приставке, рядом с вами, бок о бок, поп как попке. На сплитскрине, правда, как всегда, совершенно нихрена не видно, а всяких тёмных мест и закоулков в этой игре будет предостаточно. После прохождения первых трёх компаний открывается четвёртое, где любителям одиночества предоставляется возможность поиграть одному, наедине со своим сознанием и обильной демонстрацией пикантной пятой точки азиатской женщины в латексных штанинах. Все компании проходятся за разных персонажей. У каждой из них есть своя атмосфера, особенно у Бабы, и в каждой из них нам ведают отдельные кусочки основного сюжета, после прохождения которых складывается вся картина того, что тут, блять, происходит, а то ж нихрена ж непонятно. В некоторых моментах судьба будет схлёстывать пути некоторых персонажей, где им надо будет работать сись как сиськи, и, в принципе, видеть то же самое, что вы могли уже увидеть заранее почти с такой же точностью происходящего. Сделано это, разумеется, для получения больших ответов на вопросы и потому что мир тесен, и вовсе не потому, что так можно больше впихнуть в игру, сэкономив время на использование тех же самых локаций и событий. Но, правда, в некоторых моментах будет действительно круто наблюдать одно и то же событие с разных перспектив за других персонажей, как, например, сцена с падающим самолётом. И, в принципе, это единственное, что мне запомнилось. Персонажи же в кампаниях проработаны очень чётко и грамотно. Особенно глянцевые эмо-волсы Леона. У каждого свои мотивы, свои эмоциональные особенности и свои мобильные телефоны, которые служат худым в игре. Как говорили разработчики, каждая кампания уникальна. Они тотально отличаются и даже музыкальное сопровождение, используемые в нём инструменты, отличаются. Ну, насчёт последнего я особо не вникал, но что по ощущениям кампании разные, это так. Правда, ощущается это не сильно. Играя за Леона и Ленку, вас всегда занесёт в какую-то негритянскую задницу, где нихрена не видно. Играя за Криса и Пирса, вам в основном надо бегать и стрелять, 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 стрелять. Играя за Джейка Де Хьюмана и бабу Блондинку, вам надо будет постоянно убегать от какой-то страшной неубиваемой хреновины, которая то вас видит, то не видит, то вдруг слышит, вам надо от неё прятаться, но она не тупая и рано или поздно вас всё равно найдёт. То вдруг она опять всё видит и так далее. Сам сюжет довольно-таки неплох. На протяжении игры происходит множество и драматичных, и порой чересчур пафосных моментов. Всё очень кинематографично, и лишь концовки оставляют вас с впечатлением, мол, ну и что с того? Единственным исключением является печальная, но сильная концовка за Криса и Пирса, которую я бы вам порекомендовал либо пройти под конец, дабы впечатления шли по нарастающей, либо первой, если же вы чувствуете, что геймплей не позволяет продержаться и пару минут в этой игре. А теперь и о самом геймплее. В основном за всю игру вам надо будет тупо бегать, стрелять и принимать участие во многих моментах, где надо будет быстро соображать и жать на икс и квадрат, чтобы выиграть. Ибо всё должно быть в ногу с модой. Зомби есть, стрельба есть, система укрытий есть. Даже несмотря на то, что она полной говной, когда надо не работает, когда не надо работает. И ваш главный герой как самый настоящий Человек-паук сам липнет к стенам. По откатке, как и в Крузисе, есть. Что, кстати, довольно-таки круто сделано. Когда же уже добьются реализма и начнут делать прорехи на жопной части штанов управляемого вами героя? Есть даже возможность эпичного пафосного отпрыгивания в сторону и затем так не хватавшего в Twisted Metal перекатывания. Перекатывайся давай! Возможность одновременной стрельбы и ходьбы присутствует. Чего не было в предыдущих частях серии игр, если мне правильно подсказывает Википедия. Двигайтесь сколько хотите, даже если вы лежите на земле. Опять же, симуляция дополнительных дыр на заднице была бы очень кстати. Стрельба же и система прицеливания тут сделаны как будто бы специально настолько ужасно, чтобы придать игре большую сложность и атмосферу ужаса и обреченности, которой в игре как таковой нет вовсе. Даже находясь в паре метров от вашего недруга, вы все равно будете умудряться не попасть в него, ибо способность целиться здесь взятой с какой-то параллельной вселенной. Перекресе здесь сделано лишь для виду. На самом же деле герой всегда будет попадать лишь в маленькую лазерную точку, исходящую из дула своего оружия. И при каждом выстреле она будет довольно таки далеко отдаляться от центра экрана, захотевшуюся ей место. И затем медленно возвращаться назад, пока вы не выстрелите вновь. Что будет делать процесс попадания таким редким и приятным для вас. Но что порой будет заставлять вас просто психануть и всадить всю обойму в вашу цель. И то есть шанс не попасть. А если же вы попадете в самое слабое место почти любого зомби? В голову. В зависимости от его настроения, он либо может умереть сразу, либо просто потерять значимую долю своего головного мозга. И без всяких проблем продолжать наступать на вас. Вы можете вновь умудриться попасть ему в голову. Но ему по** он даже после еще пары попаданий в лицо может продолжать уверенно идти на вас. Пока рано или поздно его голова не выдержит такой напор свинца и не взорвется. Именно из-за подобных фейлов вам будет часто не хватать патронов. Порой даже на битвы с боссами. Во время которых вам придется тупо бегать и изредка находить их на полу. Пока они сами рандомно будут выпадать. При этом в некоторых уровнях патронов и предметов будет с излишком. А там где они реально нужны... Хер тебе в рыло, сраный урод! Неужели так сложно было сделать это по-нормальному? В каком году мы сейчас живем? Адань? ПОШОЛ НАЮЩЕЙ! Ну и в общем разработчики решили во время отсутствия патронов и просто так предоставить игроку возможность мочить этих грязных петухов либо при помощи заточки, либо при помощи пипец каких акробатических маневров, выпадов и прочих наборов слов, значение которых я не знаю. Мочить при помощи ударов если честно не особо интересно из-за деревянного управления. И доставляют только первые пару раз. Плюс ими нельзя пользоваться до бесконечности, так как в игре присутствуют кубики усталости. Также тут присутствуют кубики здоровья, которые хитрым образом регенерируются, если последний кубик не был полностью исчерпан. Для восстановления же здоровья можно либо использовать какой-то магический спрей для полного исцеления, либо же находить в игре траву, смешивать её ещё с травой и получать таким образом таблетки, которыми потом можно закинуться, восстановить силы и почувствовать себя человеком. Помимо простого путешествия на ногах, в игре полно таких моментов, как стрельба из пулемётов, езда на тачке, езда на моупеде, плаванье и типа того. Где тоже порой надо будет быстро соображать и жать на икс, чтобы выиграть, что вы по-любому не будете успевать делать в первый раз, и что будет заставлять вас умирать, материться и проклинать эту игру и всех её разработчиков. Таких моментов тут много. Не половина, конечно, но достаточно много. Можно было и поменьше. Присутствуют в этой игре и всякие головоломочки, большинство из которых сможет решить и маленькая десятилетняя девочка. Не в обиду маленьким десятилетним девочкам, которые это смотрят. Но некоторые из которых, а может даже и это одна единственная, которую я решал полчаса, заставят вас поломать мозг. В конце каждой кампании будет присутствовать босс, порой даже несколько раз, что само по себе довольно-таки круто и соответствует древним канонам геймдизайна. Также, помимо основных кампаний, в игре присутствуют такие забавы, как охота на агентов в виде игры за разных зомбаков, во время прохождения кампании другими игроками и какой-то режим выживания одновременно убийств большего количества зомби на время. Оба из них сделаны так себе, так как у первого режима есть огромные минусы в удобности поиска и подключения к игре и совершенно неудобное управление самими зомби. Разница с режимом сражения в Left 4 Dead примерно такая же, как разница между американским морским котиком и северным морским котиком. По сравнению с их управлением, управление за основных персонажей в кампании кажется просто божественно удобным. В режиме же выживания на данный момент всего лишь три карты, и помимо довольно-таки сложного выживания и стреляния в одиночку или вдвоём по зомбям, делать нечего. Так что подведём итоги. В Обители Зла 6 понамешано много всего из всяких там Uncharted'ов, Gears of War'ов, Dead Space'ов и всего, что на сегодня модно. И сделано это как-то так. В плане отсутствия особого наслаждения в процессе геймплея. То, что происходит на экране, правда выглядит красиво. Графон не подкачал. Разнообразие зомби, мутантов, азиатов, пауков, кузнечиков велико. Сюжет неплохой. Присутствует неожиданный поворот. И за событиями интересно наблюдать. Правда, придётся это делать лишь при помощи славянских субтитров. Игра же переведена на высшем уровне. Идёт сохранение. Пожалуйста, не выключайте система Плаустатион 3. Прохождение же довольно длинное. У меня оно заняло ровно 24 часа, 17 минут и 43 секунды. Не могу сказать, что разработчики хоть в чём-то поскупились. Или схалтурили. Но просто попытавшись угодить всем подряд, получилась какая-то каша именно в плане геймплея. Которому, если честно, со временем можно даже придр... В плане кинса она переплюнула даже Uncharted. И на мой взгляд это вовсе не сурвайвл хоррор, а просто хороший экшен с зомбями. Который могли бы сделать и лучше. В принципе я рекомендую её пройти, но только если вас не задушит жаба, купите её за две с половиной тысячи рублей. Но на компе, вероятно, в него будет удобнее играть, дабы попадать в каждого попадающегося вам петушка. Так что Резидент получает оценку 7,4 из 10. И помните... Я ломал стекло... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова